Добрый вечер, уважаемые ученики, уважаемые родители, уважаемые коллеги-педагоги. Добрый вечер, уважаемые коллеги-педагоги, уважаемые коллеги-педагоги, уважаемые коллеги-педагоги. Добрый вечер, уважаемые коллеги-педагоги, уважаемые коллеги-педагоги. Прежде всего, эффективность работы руководителя. Так какая же проблема на сегодняшний день для нас в школе? Мы определяем ее как главные проблемы. Если мы вспомним, какой процент детей в нашей школе учится на 4,5, учителя, кто помнит итоги прошлого года? Это 58%. 58% те, кто учится на 4,5. Остальные ученики, ну не успевающих у нас к концу года не бывает в основном. Остальные ученики, это 42%, которые обучаются на 3,4. Из этой цифры, из этого числа, процентом 5, имеет по итогам оценку 3. Но эта тройка, это не та тройка, которая вот здесь. Эта тройка достаточно слабая. И мы очень переживаем за этих детей, за то, что они имеют низкую мотивацию к учебной деятельности. Я очень надеюсь, что в этом числе, где эти ученики, родители поддерживают школу и понимают, сколько школа делает для того, чтобы обеспечить качественное образование. Но мы не всегда находим общий язык с родителями, которые вот в этой группе. Родители считают, что школа недорабатывает, не дает возможность детям получить качественное образование. Нам очень хотелось бы сегодня быть все вместе и добиться. И поэтому одной из главных проблем, на наш взгляд, все-таки недостаточно взаимодействия семьи и школы. Основная идея проекта, которую мы вам предлагаем, это кавортный центр, в котором участвуют все участники образовательного процесса. И цель этой идеи, эта идея направлена на то, чтобы улучшить потенциал взаимодействия семьи и школы. И направить этот потенциал прежде всего на социализацию учащихся. Почему именно семья и школа? Ну давайте вспомним, что мы школа молодежно-жилищного комплекса. И априори родители нашей школы очень активны, если мы будем сравнивать их с родителями других школ. Второе, это то, что мы все считаем, что мы являемся школой превосходства. Но превосходство, это не значит превосходство над кем-то другими школами. Превосходство, это значит превосходить себя, постоянно заниматься саморазвитием. Именно в этом контексте мы понимаем слово превосходство. Требования федеральных государственных образовательных стандартов. На каждом собрании мы говорим о том, что федеральные государственные образовательные стандарты априори предполагают взаимодействие семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. Давайте проанализируем ситуацию, какая у нас есть сегодня. Понятно, что мы замечаем сегодня все-таки тенденцию разделения, тенденцию разделения функций воспитания в семье и школе. У нас увеличивается количество претензий родителей к школе. Многие родители говорят о том, что молодые учителя в школе не совсем компетентны или не находят подход к детям, что школа недорабатывает. Мы вот вам отдали, вы воспитываете, вы обязаны воспитывать. К сожалению, подобное есть. Требования родителей к педагогам школы также возрастают. Есть такая проблема? Есть, согласимся. Молодое поколение родителей, иногда тоже не всегда мы находим понимание у них, и они занимают такую своего рода потребительскую позицию. И нас это очень тревожит. Если мы вспомним ролик, который мы снимали в 2008 году, когда выиграли конкурс «Лучшая школа России», то одна из фраз там была такова. В школе должно быть как дома. Наша инновация, наверное, и в этом тоже. Уютно, комфортно, безопасно. И тогда у детей будет стремление получать хорошее знание. Так вот, многие гости, которые приходят к нам в школу, говорят, что обстановка в нашей школе необычная, что в нашей школе как дома. И это большое наше общее достижение. Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что в нашем школьном доме не хватает присутствия родителей. Таково и есть. И, к сожалению, наши дети очень часто становятся более увлекаются тем, что используют вместо общения с родителями, учителями и друзьями совершенно иные источники информации, иные получают определенную компьютерную зависимость, зависимость от гаджетов. Это не всегда идет в плюс. Мы уходим от живого общения, теряем связующую нить между поколениями. Очень часто у меня возникает ассоциация, что некоторые родители, и таковых, поверьте, большинство, заявляют так. Мы вам отдали, вы воспитываете. И воспринимают школу как некую камеру хранения. Отдал в первом классе, в одиннадцатом забрал. Я вас уверяю, нам бы очень не хотелось, чтобы эта ситуация повторялась у большего числа родителям. Хотелось бы, чтобы таких родителей в нашей школе становилось все меньше, чтобы мы могли продумать систему мер, систему различного рода мероприятий, взаимодействий, чтобы родители вместе с нами понимали, что вкладывать в своих детей, инвестировать в своих детей однозначно нужно. Вот посмотрите, это анкета обратной связи публичного доклада. Очень часто, буквально в каждой второй, а иногда более даже 70% анкет, вот в этой строке, чем вы можете помочь школе, насколько вы можете быть полезны, здесь ведь не говорится, не рассматриваются финансовые вопросы. Возможно, с болезнью она может быть очень разной. Очень часто эту графу не заполняют. А нам бы хотелось, чтобы все-таки родительские ответы были другими. Тем не менее, сегодня хочется сказать огромное спасибо тем родителям, кто возглавляет родительские комитеты. Сколько у нас классов? Сколько классов? Кто знает? 53. Это 53 председателя родительских комитетов. К этим председателям родительских комитетов можно добавить еще родительские комитеты. Классов это наиболее активные родители, порядка 200 человек. А сколько всего детей в школе? 1430. Это значит, если хотя бы по одному родителю мы в семье возьмем, нам бы очень хотелось, чтобы количество активных родителей, ну пусть не 1430, но хотя бы еще плюс тысячи к этим родителям, чтобы они через коворкинг-центр, а коворкинг я попозже расшифрую, что это такое, могли занять детей и самих себя интересной, полезной деятельностью. А ресурс у нас для этого есть, я вас уверяю. Прежде всего, чем занимаются родители? Давайте вспомним, чем вас занимает родительский комитет, чем занимаются родительские комитеты классов? Ну смелее, даже есть подсказка на экране. Чем вы занимаетесь? В основном присутствуют председатели родительских комитетов и активы родителей. Как чем? Праздники школьные, еще что? Вероприятия. Вероприятия. Мы вас собираем на родительский комитет, доводим до вас информацию, и дальше вы эту информацию куда несете? В свои классы. То есть, по сути, вы эту информацию транслируете, передаете. Так ведь это происходит? Вот здесь сидят очень многие знакомые, узнаваемые лица, с которыми мы встречаемся на этих родительских заседаниях, родительских комитетах. Нам приятно, я вас уверяю, далеко не в каждой школе так, что наши родители активны в сборе макулатуры, в организации деловых завтраков, в этих уникальных проектах, которые школа реализует. И праздники в школьном парке. Но я вас уверяю, нам бы очень хотелось, чтобы таких родителей было больше, которые бы с нами не просто выполняли транслированную информацию, но и могли сами инициировать различные предложения. Отдельные элементы, отдельные примеры таких родительских инициатив у нас есть, но они, к сожалению, очень малочисленные. Вот давайте посмотрим, что происходит у нас сегодня. Школа мы информируем. Так ведь? Далее раскрываем проблемы, докладываем на родительском комитете, какие проблемы. Затем мы сообщаем о необходимости, о том, что нам нужна ваша помощь. Что мы еще делаем? Организуем общее дело. То есть в основном все функции несет на себе школа. Если строить взаимодействие семьи и школы на более прогрессивном уровне, на том уровне, который дал бы необыкновенный эффект и результаты работы школы, то тогда, если еще по-другому, мы должны увеличить количество родителей, которые будут увлечены в совместную деятельность семьи и школы по социализации детей. И здесь, конечно, потенциал родителей огромный. У нас есть люди, которые занимаются наукой, преподавательством, есть кто занимается творчеством, есть кто занимается спортом. Посмотрите, элементы тогда, когда наши родители, отцы приходили на соревнования 18 марта и занимались с детьми, участвовали в спортивных мероприятиях. Либо на наших школьных праздниках. Насколько нравится это всем, хорошо это проходит, полезный досуг. И он самое главное воспитывает наших детей, когда вместе с семьей дети на школьном дворе занимаются хорошим, нужным делом. Ну и, конечно, бы очень хотелось, чтобы и культурный досуг. У нас очень много родителей, которые обладают возможностями организовать культурный досуг детей. Как мы видим в рамках реализации этого проекта, что должно поменяться? Посмотрите, с точки зрения зеркального отражения, уже от семьи должна идти инициатива информировать школу о главных работах площадок. Коворкинг – это совместная деятельность. Совместная социально значимая деятельность. Далее, вы приглашаете, вы не отвечаете в чем-либо. Вот пример коворкинга, я бы могла, по крайней мере, очень похожий пример привести, как родители, инициативная группа родителей, дети, которые занимались в самой танцевальной школе, пришли и пригласили меня на мероприятие «Пармитаж». Было такое? Знаете, как мне было приятно, когда не я давала разнарядку, вы должны прийти и поболеть, а когда вы пришли ко мне в кабинет, вы мне позвонили, я еще, помню, была в командировке, для Расалиховна, вы должны прийти поболеть за наших детей. Пожалуйста, мы хотим вас там видеть. Вот высшая степень организации взаимодействия семьи и школы, она работает именно на таких примерах. Зачетки этого у нас есть. Но для того, чтобы нашим детям действительно было в школе комфортно, чтобы они максимум получали от процесса обучения и воспитания в школе, эти зачатки, эти слабые ростки нам нужно серьезно усилить, укрепить и превратить в систему работы. Понятно, о чем я говорю? Не очень сложный язык. Так вот, а что тогда будет делать школа? Она будет оценивать влияние данной работы на детей, это уже наше педагогическое право. Мы будем откликаться на приглашение и, конечно же, участвовать и помогать во всем. Предлагать помощь, выдвигать предложения. То есть с точки зрения наоборот, посмотрите, зеркальное отражение идет. И мы будем участвовать в работе площадок. Цель проекта – создание единого образовательного пространства семья и школы. Задача обозначена на экране. Конечно, мы должны в первую очередь разработать и нормативную базу, потому что все, что мы начинаем делать, должно иметь в основе свои определенные документы. Мы должны сформировать банк данных воспитательного потенциала родителей, учащихся в школе. И площадки. Какие могут быть площадки? Конечно, у нас очень светит деятельность. Я проанализировать опыт работы каворкинг-центра. А вот если мы поговорим о том, что же сегодня себя представляет от ребенка, в чем плюсы каворкинг-центра, это прежде всего, что мы хотим вкладывать в своих детей. В кого нам еще не вкладывать, если не в своих детей? Так ведь? Согласитесь. Вы хотите вкладывать в своих детей? Вы хотите, чтобы они были успешными, чтобы они в рамках школы получали разностороннее образование, чтобы в школе им было действительно как дома, чтобы их глаза светили счастьем. Вот мне сегодня гости, которые были в школе, сказали, вы знаете, у вас такие счастливые лица детей, знаете, как было приятно слышать? У вас открытые счастливые дети. И во многом результат нашей вот этой десятилетней работы, нашей идеи, которую мы осуществляем, наши проекты, делают наших детей такими. Но каждый ли ребенок счастлив в школе? В нашей большой школе. Всем ли здесь комфортно? Вселенные получают максимум от того образовательного процесса, который мы строим. Как вы думаете? Есть нам еще над чем работать? Есть. Я думаю, вот вы сейчас такие сосредоточены, именно потому что понимаете, что есть над чем работать. Еще потенциал мы не весь выбрали. Потенциал в нашей школе МЖК. У нас есть еще много тех, действительно, интересных, событийных, качественных направлений, которые можно реализовать для того, чтобы нашим детям в школе было комфортно, для того, чтобы они получали качественное образование, для того, чтобы они становились лучше. Так прежде всего, в чем же плюсы? Это открытие друг друга. Когда дети и взрослые будут общаться, мы получим необыкновенный, сильный социальный эффект. Конечно, мы будем общаться, взаимодействовать между собой, у нас будет появляться много идей. Мамы у нас очень активные, папы есть активные. Вот это, например, если мы говорим о дежурстве в столовой, у наших волонтеров, особенно папка дежурит, папа в столовой, какое количество идей позитивных они по изменению, улучшению состояния дел в школьном пищеблоке дарят, помогают и участвуют активно в этом процессе. Мы можем действительно, как единомышленники, объединиться и реализовать самые смелые проекты. Многие, кстати, не могут до сих пор повторить идею деловых завтраков, а их берет у нас вся Россия. Мы можем действительно личностно развиваться вместе со своими детьми. И каждый день становиться все лучше и лучше. Ну и, конечно, это большая свобода деятельности, больше импульс, инициатива и творчество, которые у нас есть. Вот такие задачи стоят перед нами. А что у нас для этого есть? Давайте посмотрим по ресурсам. Но прежде всего у нас есть сильный педагогический коллектив, который отличается и опытом работы, и молодым задором. Причем я хочу сказать, что молодой задор не только у молодых педагогов, но и у педагогов с опытом. Очень есть настроение и желание творить и работать. Вот они улыбаются, поддерживают меня. У нас есть самое главное бесконечные возможности. Вот если я сейчас к каждому из вас подойду и спрошу, а вот в ходе нашей сейчас беседы, нашего общения, у вас родилась идея, на какой площадке вы лично могли бы работать? У кого в голове такая идея родилась? Чем он мог быть полезен? Я сейчас говорю, любые ваши возможности, любые ваши способности, связанные с вашей профессиональной деятельностью и с вашим личным хобби и увлечением. Отлично. Есть рука в зале. Еще. Только один. Два. Еще. Все. Так, еще есть, есть, еще. Замечательно. Ну что ж, остальные, я думаю, скромничают или в голове еще пока прокручивают, на какой площадке им предстоит работать. А площадок, направление по площадкам мы посмотрели, их достаточно большое количество. Итак, самое главное у нас наработаны традиции. Нам просто нужны эти хорошие, сильные традиции воспитательной работы немножко развернуть так, чтобы педагогический коллектив и родительский коллектив, не так вот педагоги сверху и просили родителей, а чтобы вместе мы решали задачи и создавали единое воспитательное пространство, создавали площадки, где мы могли бы взаимодействовать и семья, и школа на благо детей. У нас шикарнейшая инфраструктура, которую мы с вами создавали 10 лет. Редко в какой школе есть набор элементов инфраструктуры. И мне очень обидно, как директору школы, что во вторую половину дня эта инфраструктура в большинстве в своем случае простаивает. У нас есть огромное достижение, мы обучаемся в одну смену, и вторую половину дня есть дополнительные занятия для детей, но она далеко не в том объеме, какой могла бы быть. А нам бы очень хотелось, чтобы вот эта инфраструктура, это богатство, которое мы владеем, потому что очень многие школы Казани учатся в две смены. Нам бы очень хотелось, чтобы это все работало на благо и детей, и родителей. И в этом плане, конечно, от активности родительской общественности очень многое зависит. Мы проводим опрос по результатам работы школы. Если посмотреть, вы знаете, как средняя температура по больнице, большинство довольны работой школы, оценивают хорошо, но тем не менее я благодарна и тем, кто открыто высказывает недовольство, значит, нам есть к чему стремиться. И очень хотелось бы, чтобы в будущем качество работы школы оценивалось родителями более позитивно. Прежде всего, организационно-подготовительное. Проект будет идти ровно год. Год. Апрель начинаем, готовимся, работаем с вами, создаем вам данных. Помните, вы с вами где-то года 2-3 назад опрашивали, в частности, в этих анкетах, чем могли быть полезны в школе. Мне тогда родители писали, один из пап написал, что он работает в структуре, которая помогла решать вопросы именно по оформлению того или иного имущества, зданий и так далее. Благодаря консультации нашим уважаемым родителям Султанова, Рустама, мы смогли оформить 2,5 гектара земли, участок. Благодаря другим родителям мы смогли озеленить территорию, хотя они участвовали, смогли решить очень многие проблемы, которые были у школы. И вот сейчас мы хотели бы создать банк данных по тому, на какой площадке каждый из родителей мог бы участвовать. На спортивной ли площадке, спортом ли заниматься детьми, творчеством, организовать либо какой-то кружок, либо какие-то соревнования, либо какие-то творческие мастерские. Принцип понятен? Вот мы будем собирать такой банк данных. Конечно, хотелось бы надеяться, что представители райских комитетов будут здесь организаторами, которые помогут нам в этом деле. Мы сможем в течение апреля месяца такую базу данных собрать. Далее нам предстоит в мае составить план работы и определить, кто будет руководить, кто будет участниками, выбрать лидеров отдельных направлений из числа родителей. Следующий этап, практический, это непосредственно работа площадок. Мы с сентября стартуем. Как вы думаете, сможем? Как думаете, сможем в сентябре стартовать? Сможем. Хотя бы попробуем. Попробуем. Пока мы не попробуем, мы не поймем, сможем мы или не сможем. Понятно, что мы должны будем создать определенное партфолио, какие у нас есть направления, какие площадки мы можем реализовать. Амбициозные планы, амбициозные задачи. Ну и говорят, лучший способ предъявить будущее – создать его. Мы часто используем такой лозунг. Из обычных условий создать необычные возможности. Условия мы с вами определили. Возможности у нас, здесь только часть родителей присутствует, огромное количество. Представьте, насколько можно использовать этот потенциал, если мы воздействуем максимально большое количество родителей. Поднимем этот огромный пласт. Ну и представление уже готового продукта, как мы его видим, вот этот эксперимент, готовый управленческий продукт, по повышению, усилению потенциала взаимодействия с семьей и школой, мы будем представлять в апреле. И понятно, что будем корректировать и планировать, как мы будем поступать дальше. Кавовский центр сейчас очень широко применяется во всех отраслях, и в том числе в образовании. И нам бы хотелось, чтобы те результаты, которые мы ожидаем, они принесли существенный прирост, в том числе и вот здесь. Чтобы эта цифра была существенно больше. Количество участников, родителей в жизни и школы также прирастало. И вот это вот недопонимание, которое у нас здесь происходит с родителями, оно сошло максимально на нет, на благо того, чтобы каждый ребёнок получил максимум возможностей в образовательном процессе и раскрыл свой потенциал, раскрыл именно как личность реализовать себя. И здесь понятно, что не все могут быть гиперуспешны в учёбе, но при росте небольшой мы же можем обеспечить совместным, а возможность реализации себя в спорте, в творчестве, она возрастает здесь в разы. Возможно, это даже и участие отцов в воспитании детей, потому что есть семьи, где, может быть, к сожалению, нет воспитания отцов, а вот участие пап, мы создавали актив, такой совет отцов. Хотелось бы активизировать его деятельность в направлении реализации площадок каворки центра. Это, конечно, очень хотелось бы повысить педагогическую компетентность родителей. Это очень важно и значимо, потому что на данный момент родители считают, что они разбираются в учебном процессе лучше нас. Так вот, я думаю, что в процессе взаимодействия они действительно будут разбираться хорошо и с педагогом. Согласны? Полезные топливы? Давайте поговорим о рисках. Родители, как вы думаете, почему у нас это может не получиться? Одна из причин, почему у нас может это не получиться. Не все поддерживают. Не все поддерживают, да? Не все поддерживают. Ну, поленятся. Постараются стать с другой стороны. Меня это не касается. Вот они там чем-то занимаются и так далее. А как вы думаете, как эти риски можно преодолеть? Наверное, активной позицией заинтересовать с помощью, в том числе, и тех, кто сегодня здесь находится. Попробуем? Попробуем. Хорошо. Далее, следующие риски. Я вот все-таки не соглашусь, что эти риски могут быть, но мне кажется, что дети с энтузиазмом воспримут. Если родители и педагоги вместе с ними будут на одних площадках заниматься спортом, творчеством, наукой в том числе. Дети, теперь ваше слово. Ученики, как думаете, как будет воспринять это ученикам? Ну, мне кажется, что будет хорошо воспринять. Хорошо воспринять. Это интересно будет? Да, но будут некоторые люди, которые будут неинтересны, которые будут... Новый проект, новые ощущения. Вот видите, вы имеете в виду проектное мышление. Еще кто скажет, кто хочет высказать еще из ребят? Как думаете, будет это интересно действовать? Будет. Ну, наверное, еще во многом будет зависеть от нас, от взрослых, как мы это все организуем. Так ведь? Ну, и педагоги, как вы думаете, каково будет ваше отношение? А? Самый интересный вопрос. Самый интересный вопрос, говорит Люци Максовна. Риски есть, что педагоги это трудно будут воспринимать? Есть. Они, конечно же, есть. Но, тем не менее, в нашей школе, я все-таки, педагогический коллектив настроен на то, что мы постараемся, всегда стараемся искать новое, интересное и креативное составляющие. Это основа нашего педагогического коллектива. Поэтому я думаю, что педагоги здесь больше степени будут заинтересованы. Да, Владимир Мухаммедовна, как вы думаете, почему? Почему именно педагоги будут заинтересованы? Как вы думаете? Потому что нам интересно вместе с родителями работать. И уже включали, иногда я слышала от родителей, в вашей школе дети такие-то, вот в вашем классе, иногда выводите недружное. Но это же не только наше дело, это дело и родители тоже. Если вместе все дружно будем работать, и дети будут в классе дружно. А ведь ребенок в школе проживает большую часть своей жизни. И от того, как у него складывается взаимоотношение в школе, от этого во многом зависит успешность ребенка, согласитесь. Как это будет работать? Ну, по этой схеме, которую вы видите на экране, достаточно понятно. Что мы выбираем одно из направлений, объединяются параллели. И в этой параллели, в рамках каворкин-центра, рассматриваются уже виды деятельности, мероприятий. Кто на какой площадке работает, как работает. Понятно, что сейчас это обозреть достаточно трудно, да, представить. Но я вас уверяю, когда мы начнем первые шаги, у нас обязательно уже будет вырисовываться структура. И будет все это визуализироваться. И я думаю, что это будет уже понятно. Первый год будет трудно, но мне кажется, наиболее интересным. Потому что мы будем искать, будем создавать новые смыслы. И в завершении мне бы хотелось сказать, что пока, наверное, это сложно представить. Но мы определили проблему, и мы наметили путь, как эту проблему решить. Сегодня я представила вариант решения проблемы взаимодействия семьи и школы. Спасибо за вопрос. Но здесь прежде всего мы делаем вкладку на сайте, на школьном сайте. Потому что на школьный сайт заходят все. Далее у нас будет информация по радиосети. Затем будут непосредственно через группу WhatsApp. У нас вот, наконец-то, группа WhatsApp, они насытятся полезной информацией, которая будет необходима для того, чтобы организовать эту деятельность. Ну и однозначно у нас будут стенды оформлены внутри в холле, в котором будет доступ всех родителей, чтобы эта информация распространялась достаточно активно. Сайт, стенд, WhatsApp и радио. Пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста. А не будет ли так, что у кого-то института заменят и считать на работу в школе? Вы знаете, я думаю, это не произойдет. Мне кажется, что воспитательная работа школы, она немножечко приобретет иной ракурс. Если человек, когда он хочет развиваться, он должен сам в этом процессе участвовать и сам проявлять инициативу. Если мы создадим такие условия, что эта инициатива будет проявляться и ребенком, и взрослым, я говорю сейчас и о педагогах, и родителях, то тогда мы достигнем наибольшего качества воспитательной работы в школе. Наши дети уже, нам в этом плане уже есть, у нас есть определенный опыт, наши дети уже умеют очень многие вещи организовывать самостоятельно. И вместе с помощью родителей возьмем, например, проекты, которые у нас были на территории школьного парка, малой цветочной формы. У нас есть задел. И я вас уверяю, то, что мы делаем все вместе, по вашим же отзывам, дает максимальный социальный эффект. Согласитесь? Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Спасибо. Пожалуйста. А как создаваться база данных в воспитательной потенциале родителей, и могут ли в этом участвовать родители, ученики? Я думаю, могут, особенно тогда, когда они придут и оргкомитету скажут, знаете, мама вот такие способности, давайте ее привлечем. Не против? Твоя мама очень активная, так? Я думаю, что она наверняка сможет какие-нибудь классы по развитию бизнеса, малого предпринимательства для ребят однозначно провести. Я знаю, что у нас Лашкин Диляра профессиональный фасилитатор. Здесь она в зале, нет? Да. Вот. Да-да-да-да-да-да. Я отслеживаю по Фейсбуку, что там много новостей, насколько вы образовываетесь. И сможете, я думаю, такие мастер-классы провести для детей. Можем мы вас в этом плане на такую площадку, кавортный центр привлечь? А ты ей привлечь? Я тебя не вижу издали, все понятно. Мамы нет, но ты маме передашь. Хорошо. Значит, мама у нас уже на одной площадке кавортного центра работает. Принимается? Хорошо. Так, все, отлично. Амбициозный проект? Да. Ввязываемся? Ввязываемся. Ну что ж, благодарю вас за активное участие в обсуждении проекта и желаю нам всем удачи. Если мы возьмемся и сделаем все вместе, у нас точно получится. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Очень позитивно зарядил нас, родители, интересными идеями. Я думаю, будущее этого проекта очень хорошее. Считаю, что все родители, ученики поддержат, а также учителя. Будем работать дружно, вместе поддержим. Нашу любимую школу. Считаю, что хорошая идея. Каждый родитель по часу, если будет, уделять. Много родителей, много часов будет. Чем можно, поможем.